Лискинское. Село в Лискинском районе Воронежской области. Административный центр Краснознаменского сельского поселения. Лискинское живет и работает в 8 километрах от райцентра Лиски. Но здесь нет присущей городу суеты. На чистых и благоустроенных улицах села тихо. Кажется, что время здесь течет размеренно, словно вглядывается в каждый здешний уголок. Территория села 156 гектаров. Когда подъезжаешь со стороны Воронежа, то уже издали виднеется село. Оно словно специально взобралось на холм, чтобы показать себя. Год от года все более красивым и благоустроенным становится оно. В обрамлении вечно зеленых елей возведены архитектурные сооружения. Во дворах и на улицах клумбы с цветами, декоративные кустарники. Гордость села – это цветы. Яркими красками с весны до поздней осени они радуют взгляды жителей. История села Лискинское невелика. В годы войны на территории села находился совхоз «Железнодорожник». Здесь располагалось подсобное хозяйство Юго-Восточной железной дороги. А осенью 1959 года на базе совхоза «Железнодорожник» было создано новое хозяйство – совхоз «Лискинский». До сегодняшнего дня день основания хозяйства наряду с днем работников сельского хозяйства является для жителей села самой памятной датой. Практически все селяне считают, что им несказанно повезло в том, что здесь более 50 лет назад было создано одно из лучших сельхозпредприятий не только района, но и области, и всей страны. В рабочие дни здесь немноголюдно. Ведь на территории села живет и работает, обеспечивает не только налоги в бюджет, но и стабильные рабочие места СПК «Лискинский». СПК успешно развивается со дня своего основания и по настоящее время. Совхоз «Лискинский» напрямую связан с именем Игоря Войнова, который родился на Украине в 1913 году. Он окончил сельскохозяйственный техникум по специальности «Зоотехния». В Лискинском районе жил с 1942 года. Был председателем колхоза «Россия», директором подсобного хозяйства железнодорожного отдела рабочего снабжения на станции «Лиски». С 1959 года возглавил совхоз «Лискинский». За время его руководства предприятия удостоили высших наград СССР. Знака почета 1972 года и Ордена Трудового Красного Знамени 1976 года. Оно стало многократным участником и дипломантом ВДНХ. Вошло в сотню лучших хозяйств страны. Под руководством Игоря Войнова в совхозе построили поселок городского типа, удостоенный звания поселок высокой культуры и образцового общественного порядка. Игорь Воинов награжден Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями. Он умер в 1978 году и похоронен в городе Лиске. Село Лискинское обеспечено всеми видами инженерной инфраструктуры. Полностью газифицировано, электрифицировано, имеет центральное водоснабжение и водоотведение. Коммунальная инфраструктура включает 10,7 км водопроводных сетей, 4,6 км сетей водоотведения, 12,8 км электрических сетей, сетей газоснабжения 19,3 км. Все улицы и села имеют центральное водоснабжение. Качество питьевой воды в водопроводных сетях соответствует нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в отчетном году. На территории села Лискинское нет несанкционированных свалок. Санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние населенного пункта хорошее. В селе ежегодно проводится большая работа по озеленению территории. В работе применяются различные методы и формы озеленения. Присутствует творческий подход к проведению данных мероприятий. Общая площадь зеленых насаждений села Лискинское на 1 января 2016 года составляет 32 квадратных метра на одного жителя. Цветников 8 квадратных метров на одного жителя. В селе совершенствуется архитектурный облик. Так, как и планировали, в центре взамен старого установлен и окрашен новый еврозабор. Выполнена реконструкция асфальтного полотна центральной площади из финансовых средств СПК Лискинский. В целях сохранения историко-культурного и природного наследия произведена реконструкция символического памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны на улице 40 лет Победы. В рамках национального проекта «Лес Победы» на территории памятника высажены деревья, за которыми ухаживают школьники. Для достижения архитектурно-композиционной завершенности и художественной выразительности застройки муниципального образования выполняется разделение на зоны – жилая, общественно-деловая, школьное и дошкольное учреждения. Зона рекреации. При организации благоустройства применяются оригинальные архитектурно-планировочные решения, например, входная группа, малые архитектурные формы в парке и центре села Лискинское. Архитектурно-композиционно взаимоувязаны территориально в селе Лискинское центральная площадь, ДК, парк, школа, символический памятник. В области физической культуры и спорта ведется активная работа. Особая гордость – сельский стадион. На стадионе с весны до поздней осени встречались футбольные команды в играх районного и областного турниров. СПК Лискинский финансирует работу футбольной команды «Колос». О детях в селе Лискинское заботится особенно. Систему образования Краснознаменского сельского поселения представляет общеобразовательная школа на 160 мест и дошкольное образовательное учреждение на 85 мест. Выполнены все работы, которые запланированы. Капитальный ремонт здания детского сада, пристройка двух дополнительных помещений, капитальный ремонт кровли и фасада, произведено благоустройство всей территории детского сада. На бараголучных участках установлено спортивное и игровое оборудование. Краснознаменскую школу Лискинский район включил для участия в государственной программе «Доступная среда». И школе было выделено из федерального и областного бюджета 2 миллиона рублей для создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Все здесь в селе располагает к душевной взаимности, к отдыху. Одно из мест, где хочется пройтись, посидеть в прохладе на скамейке, подышать насыщенным и лечебным воздухом липы, каштана, дуба и клёна – это парк. Основан был парк в 1967 году. В честь 50-летия советской власти рабочие совхоза высадили тогда первые деревья. Так началось основание парка. В течение года рабочие совхозы в свободное от работы время выходили бригадами на благоустройство парка. Парк именовали «Юбилейный» и передали его на сохранность всем жителям совхоза. Жители еще помнят фонтан, скульптуры, стадион с современно оборудованным футбольным полем, волейбольные и баскетбольные площадки, а самое главное – множество деревьев и цветов. Прошли годы, и от былой красоты осталось немного – те же повзрослевшие деревья, фонтан и полуразрушившиеся дорожки. Надо было постепенно восстанавливать и делать еще красивее это место отдыха, потому что в парк шли, и он должен был радовать жителей. В 2014 году в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» при проведении основного мероприятия благоустройства территории парка село Лискинское Лискинского района было выполнено благоустройство территории парка «Юбилейный». Дополнительно за собственные средства поселения выполнили строительство входной группы в парк с покрытием из тротуарной плитки и металлическое ограждение парка. Трудно представить себе, что в поселении не было бы парка с игровыми формами, стадион, детской площадки, красивых ярких клумб с цветами. Эти места востребованы населением поселения. Жителям комфортно жить, работать и отдыхать в благоустроенном поселении. Но мы смотрим в будущее, принимая все необходимые меры для повышения уровня и качества жизни людей. А планов по благоустройству территории парка немало. Положено начало, а продолжение благоустройства обязательно будет. В связи с удаленностью улиц Полевая и Луговая, жители приняли решение об устройстве детской площадки для своих детей. ТОС подал заявку для участия в конкурсе в Ассоциации Совет Муниципальных Образований Воронежской области и был получен грант в размере 148 тысяч рублей. Только благодаря получению данного гранта ТОС приобрел элементы игрового городка для детской площадки. Для детей это место отдыха и физического развития. Жители самостоятельно выполнили планировку территории, засыпали и распланировали песок, установили скамейки, урны и установили игровой городок. Село Лискинское должно стать еще лучше и краше. И работа по утвержденному комплексному плану социально-экономического развития с оглядкой на будущее это предполагает. На данный момент в селе проживает 1505 человек. Вы коренной житель совхоза? И сейчас с лишним лет тут живу. Ну и как, вам нравится здесь? Ну конечно, нормально. А работа здесь какая? Жерноводство, МТФ, крупнорогатый скот. Ну и как, получается? Получается. Процветает ваш колхоз? Или как у вас называется? У нас совхоз. Совхоз, он так и называется. Да. Я слышал, руководитель у вас хороший, да? Хороший, Амосов Александр Иванович. Понятно. А какие-то развлечения есть для молодежи, для пожилых, клуб? Да клуб вот. Клуб хороший, да? Вы ходите туда? Когда надо, ходим, да. И стадион там рядом. Рядом. Еще что есть тут интересное? Много чего еще, я не знаю. А какие знаменитые жители здесь жили, вот чтобы прославились прям на весь район? Ну, тут был район, прославился директор воинов был. Ну, как, чем он прославился? Ну, директор совхоза был он. А развлечения какие для пожилых людей есть? Да, что вы не знаете. Раньше был свой хор, а сейчас вроде молодежь начала. Молодежь поет, да? То есть самодеятельность развивается? Вообще жизнь бьет ключом у вас, да? Ключом, да, еще по голове. Работа есть, развлечения есть, дома есть, тепло есть. Я уже на пенсии сколько? Я проработал здесь 50 лет с лишним. В общем, вам нравится здесь? Хочу. Ты давно живешь в селе? Да. Сколько лет? Много. Ну, сколько? Много, очень много. Ты коренной житель? Да. Ну, как тебе, нравится здесь? Да. А что, какие развлечения для молодежи здесь? Ну, на дискотеку ходим, гуляем, пихаем. В общем, интересно здесь, да? Водку народ не спивается? Нет, я не видел ни разу, что пили так часто, блин, водку, блин. Я знаю, что у вас праздники здесь проводятся, да? Да, у нас праздники, тут дискотеки постоянно, блин. Масленицу отмечаете, да? Да, блин, да, блин. А молодежи есть где работать? Они, конечно, есть. Они на ферму ходят коров доить, блин. Там хорошо им платят? Да. А кто платит? Кто? Этот, Аносов. Аносов. А ты сам где работаешь? Нигде. Ты не хочешь работать? Нет, я не хочу работать. Ты вольный... Я вольный казак. Вольный казак, да, правильно.